Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать про такую вещь, как сдвоенный отвод для подключения радиатора. Чем он хорош? Тем, что с его помощью нет необходимости устанавливать сами радиаторы на черновых этапах работ. То есть мы можем установить лишь эти отводы. Они замкнуты и герметичны для того, чтобы после того, как мы установим все выводы под радиаторы, мы могли опрессовать систему давлением, убедиться в том, что она герметичная. И после того, когда у нас будет закончена отделка всех помещений, будут отштукатурены все стены. При этом нас вообще не беспокоит будущий слой штукатурки, так как длина отвода позволяет установить в будущем практически любой по глубине радиатор. Когда уже будет готова финишная отделка, будут покрашены все стены, ну или поклеены обои, мы можем уже установить приборы. Что это дает? Во-первых, не нужно завозить приборы на объект на этапах черновых работ, для того, чтобы их в процессе работы не повредили. Нет необходимости каждый раз отделочникам, будь то штукатурой или уже чистовая отделка, снимать и устанавливать обратно радиаторы. Часто мы сталкиваемся с тем, что после нескольких установок радиатор установлен уже криво или соединение подкапывает, ну либо с ним еще что-либо произошло. То есть установив вот эти отводы, мы вот таким вот образом закрываем его для того, чтобы не вымазать штукатуркой. И после этого уже мы можем штукатурить все стены. У нас уже будет все готово. Так, теперь давайте посмотрим, как монтируется радиатор к этим выводам уже после чистовой отделки. Для этого нам потребуется переместиться где-то на полгода в будущее. Слушайте, сильно щелкнул. Прошло на самом деле не полгода, а полтора. Надо бы поаккуратнее с этим делом. Отделка уже полностью готова. Частично мебель здесь. Заказчик в ближайшее время готов сюда заехать. И нам, к нашим выводам, которые мы устанавливали полтора года назад, нужно уже смонтировать радиаторы. Пойдемте посмотрим, как это происходит. Начнем мы с первой комнаты. Реальные условия, когда ты приходишь работать, а на всю комнату стоит большая двухспальная кровать. Вот это та ситуация, когда я спорил с заказчиком и объяснял, что отопить это помещение только лишь теплым полом не получится. Так как эффективная площадь этого помещения, она сократится. Теплого пола я имел в виду. То есть смотрите, у нас какое пространство потерялось под кроватью. Плюс добавятся какие-то тумбочки, плюс коврики. Ну и напольное покрытие, конечно же, дерево. Соответственно, без радиатора здесь никак. Радиатор Line серия. Означает то, что у него есть декоративная накладная панель. Устанавливаем мы всегда в чистых перчатках, так как у нас везде отделка готова на 100%. И чтобы не вымазать стену или что-нибудь не повредить. Вскрываем аккуратно упаковку. Важный момент, инструкция. Она нам обязательно понадобится. Так что мы ее откладываем в сторону. Позже мы к ней вернемся. Так, смотрите. Вот такой вот радиатор. Декоративная накладная панель. На мой взгляд, смотрится очень достойно. У него нижнее подключение. Причем оно универсальное. Имеется в виду то, что есть возможность подключиться как посередине, так и крайнее правое подключение. Вместо заглушки мы устанавливаем сюда специальные ниппеля переходные. Временную заглушку мы выкручиваем. И используем вот такие переходные ниппеля для того, чтобы подключить наш узел нижнего подключения. Готово. Отставляем его пока в сторону. Нам необходимо сейчас отрезать вот эти выводы, которые торчат из стены. Для этого мы отмеряем уже на заранее рассчитанную глубину. Их, конечно же, нужно очистить, но мы сначала лишнее обрежем, чтобы не чистить. Для того, чтобы обрезать, мы используем вот такой маленький труборезик. Он отлично сюда залазит. Все, вот так подойдет. Следующее мы должны надеть на наши выводы специальные переходники, которые позволяют подключить наш узел к радиатору. Они бывают разные в данном случае. Они вот с таким уполотнением из ЕПДМ. Выставляем их правильно. Готово. Следующее, что мы должны сделать, это прикрутить к стене крепление самого радиатора. То есть, с каждым радиатором идет комплект крепления. Вот так вот он выглядит. Нам нужно просверлить в нужных местах отверстия. И вот на таких крюках, собственно, будет установлен сам радиатор. Для этого нам нужно отметить высоту. Вот так вот тут мы должны просверлить наше отверстие. Возвращаемся к инструкции. Помните, я говорил, что она нам понадобится. И вот как раз таки настал этот момент. Мы из инструкции делаем вот такой очень удобный конверт. Воспользуемся скотчем. Кусочек сюда. И остальное вот сюда. Вот так. И в том месте, где мы будем сверлить, клеим его на стену. Скотч малярный, следов никаких не оставляет. Все, смотрите, видите, у нас все в конверте, а не на полу. Я всегда говорил, что инструкция – это очень полезная вещь. Так. Устанавливаем дюбеля. И прикручиваем сами крепления. Устанавливаем задние опоры на свои места. И вешаем его на место. Все. Достаточно просто. Ну, по крайней мере, в теории. Так. Смотрим узел. Вот они, гаечки, видите, подошли к нему. Закручиваем их на места. Вот и все. Наш радиатор установлен на свое место. Вот так он выглядит. Вполне себе достойный вариант. Разве что последняя изюминка – мы должны сюда установить термостатическую головку. Раз уж у нас радиатор имеет декоративную панель красивую, то и головку мы ему поставим тоже из уже, скажем таки, не совсем простой серии. Вот так. Вот. Конечный результат. На мой взгляд, выглядит это достаточно симпатично. Все подключение полностью спрятано. Смотрите. То есть, вот оно внизу. И вот этот узел подключения, его можно перекрывать в случае необходимости демонтажа радиатора. Ну, а в завершение хотел бы подсказать небольшой способ, как можно немножечко сэкономить. Если вас не сильно раздражает то, что радиатор подключен будет не хромированной трубой, а трубкой белого цвета из металлопласта. То есть, причем, чтобы ее увидеть, это нужно нагнуться под радиатор, туда снизу посмотреть, так как сверху это подключение абсолютно невидимо. То можно вместо этого узла использовать обычную трубку при помощи обычного пружинного трубогиба. Согнуть его вот в такую петлю. Скажем таки, тот же аналог нашего узла. Для подключения использовать два отвода под 90 градусов пресс. И для фиксации удобно использовать вот такой шаблон. Его можно сделать из уголка и четырех креплений. Он достаточно точно позиционирует наш отвод относительно стены. И соблюдает осевое расстояние, скажем таки, для того, чтобы с подключением радиатора у нас не возникло каких-либо сложностей. Надеюсь, это видео вам понравилось или было чем-либо полезным. У нас на этом все. Всего вам хорошего. До свидания.